Доброе утро, девочки мои! Начинаю новое видео. Вот пока несколько дней не снимала. А, ну я даже вам в прошлом видео вообще с окна ничего вид не показывала. Я смотрю, что много уже листиков опали. Даже вот так окна напротив стали видны сквозь дерево. Вообще листья падут. Вот видно. А тут топол еще ничего так не очень-то сильно опадает. Даже не совсем пожелтили листья. Ну и сегодня у нас небо пасмурное. Но дождя сегодня не будет вроде бы. Вчера был целый день дождь. 10 градусов тепла сегодня. В общем, бегу я за Настей. Все остальное потом расскажу. Ну что, мои девочки, выскочила я, бегу уже. Обычно всегда выхожу пораньше. А сегодня там пока человеку объясняла по телефону, что нужно, какие документы. У нас многие жильцы еще не знают о том, что надо ехать в ТНС, чтобы там восстановили счетчик. Вот. Ну, я рада людям помочь. Мне приятно слышать благодарности за это. В общем, короче говоря, бегу. Слушайте, а погодка что-то... Такой свежий воздух. Я вижу, здесь ветра нету. На проспекте не знаю. А здесь прям затишье так хорошо. Много листьев уже опал. Осень, осень настоящая. Вчера, конечно, погода была не очень дождик. Целый день такой был. Средний такой дождь, нодный. Вот. Ну, хочу вам рассказать. Батареи, наконец-то, вчера у меня затопили. Но сколько мне на это потребовалось, сколько сил и времени, я вам расскажу. Конечно, если бы я этого не делала, то мы бы сидели всю зиму с холодными батареями. Потому что выяснять никто этого не собирался. Девочки, смотрите, какая у нас еще зеленая травка. Даже вон цветочки я вижу такие какие-то беленькие. Ну, потому что у нас еще пока тепло. Ну, вот, 10 градусов днем. Мороза еще не было в Ростове. Ночью так, плюс 4-5. Температура такая, можно сказать. Смотрите, какая красота. Красота. Зеленый коврик, ковер. Хочу вам показать. Пожелтело много деревьев. Я вчера проходила, уже мчалась, честно говоря, побыстрее домой в такую погоду. И проходила мимо. Вот тут у нас за забором есть клены. Прям много кленов. Листики лежали такие желтые. Сейчас посмотрю. И сохранилась ли эта красота на сегодняшний день. Ну, вы уже видите, да, желтенькие какие деревья. Красивые. В общем, несмотря на всю эту беготню, которой я занималась, я успеваю поднимать глаза. Ой, какая прелесть, какая красота. И внизу желтые листья. Остановлюсь, покажу вам. Видите, да, какой ковер желтенький, красивый. Все равно останавливаюсь. Ну, не особо останавливаюсь, но замедляю ход для того, чтобы полюбоваться красотами. Вот видите, когда много кленов стоит, и очень красиво это все выглядит. Конечно, вам забор мешает, я понимаю. Ну, в общем, через забор все равно все видно. Ну, а я, что вам хочу сказать. В общем-то, ну, почти две недели бегала в жил для того, чтобы дозваться с сантехника. Им все никогда-некогда было. При том, что мне там сказали, что... Я спросила, говорю, у нас перерасчет вообще будут делать? Ну, у всех горячий, у нас холодный по стояку. Мы должны платить, как все. Мне сказали, это не по нашей. Вернее, там они сказали, что две недели еще идет наладка, и это все входит в стоимость. Ну, думаю, ладно. Короче, дозвалась, наконец-то, сантехника 26-го числа. Он пришел вечером. И посмотрел там, где у соседки у моей, сброс воздуха, там есть такой краник. Ну, а с него вообще ничего не дуло, не выходило ничего. Он проверил краник, он был забит. Прочистил краник, и все пошло. Водичка пошла, спустили все. Батареи холодные. Он говорит, ну, значит, у вас причина где-то по стояку. Вот идите по соседям. Смотрите, кто-то поставил краны на батарею. И не поставил перемычку. Краны закрыты, и поэтому нету циркуляции. Я говорю, а вы? Он говорит, я этим заниматься не буду. Это не входит в мою работу, в общем. Ну, и все, и он ушел. Я пошла по всем соседям по стояку. Половины соседей дома нет. Кто-то на работе, кто-то в отъезде. Я там уже к их соседям стучала. Говорю, есть ли у вас какая-то связь там, телефон, позвонить, спросить, есть там кран, ставим, не ставим. В общем, короче, моталась я вверх-вниз, туда-сюда. То одного застанешь, то другого не застанешь. В конце концов выяснила, что краны поставили этим летом там в одной квартире. Застала я, наконец-то, ее дома. А у нее там такие краны поставили. Кстати, краны поставили, перемычку не поставили. Я не знаю, как сантехник это мог сделать. Любой сантехник же должен понимать, который берется. А может быть, он воешник. В общем, короче, вот так вот поставила. При том, что там краны не такие, как обычно на батареях стоят, где там нарисована стрелочка больше-меньше. А такие обычные крантики, которые на умывальник ставят. Они были в положении, как потом уже выяснилось, как будто бы открыты, то есть кран мы крутим, влево, чтобы открыть, вправо, чтобы закрыть. Оно стояло в положении лево, а там оказывается обратная резьба. То есть надо было в другую сторону. Мы с ней покрутили-покрутили, вернулись в то же самое положение, как и было. Она вот началась на работу, начну с ней. Я поднялась к себе, а у меня, смотрю, чуть-чуть труба вот эта вертикальная, наполовину стала теплой. Думаю, о, какой-то, ну, дыш пошел. В конце концов, я к ней, опять ее дома нет, я записку оставила, чтобы она мне позвонила, как только придет. Вот уже утром она мне позвонила. Я говорю, слушай, остался только один вариант. Давай попробуем. Так как мы не знаем, положение открыто, это влево или вправо. Поэтому, говорю, давай попробуем поставить кран посередине. Он будет ни открыт, ни закрыт. И все. В общем, пока мы с ней там пообщались, я поднялась домой, а у меня батарея горячая, представляете. Позвонила, не, ну, спустилась на четвертый этаж, спросила, как там. Там тоже тепло пошло. К ней звоню. Она говорит, у меня еще холодный. Я говорю, короче, видимо, оно не так быстро пробивается. Ты говорю, давай после ночи поспи, отдохни. Проснешься, потрогаешь батарею, мне позвонишь. И вот она уже потом к вечеру мне позвонила. Говорит, все, батареи горячие, все хорошо, все отлично. В общем, короче говоря, беготни, пришлось побегать. Ну, все, конечно, мне говорят спасибо за то, что я не поленилась и этим всем занималась. А у нас, я так понимаю, больше некому этим заниматься. Ну, кто-то работает, кто-то в отъезде. Ну, в общем, где-то квартиранты, которые, в общем, ну, вот так. А что делать? Ну, знаете, с одной стороны, людям помочь приятно. Приятно, когда спасибо говорят. А с другой стороны, а кто, если не я? Я так вот смотрю. Нет, если бы был кто-то, кроме меня, я была бы рада. Но если я вижу, что кроме меня больше некому этим заниматься, приходится самой. Так, я успела. Все. Подошла к школе. Родители стоят, дети еще не выходили. Кстати говоря, у них с завтрашнего дня уже каникулы. Первая четверть закончилась. Неделя будет отдыхать до 7 ноября. Так что вот так. Девочки, мы идем с Настей со школы. И вот я смотрю, вот такое низкое дерево. Даже не знаю, что это. И вот оно тут справа зеленые листочки. Тут они какие-то желто-розовые. А с той стороны вообще розовые. Так красиво, необычно. Прямо, да, Настя? Красиво, скажи. Розовые, да. Ну все, пойдем. Нет, не розовые. Да. Ты рада, что у тебя каникулы начались? Прямо, да. Ура, да? Уроки делать не надо. Так хорошо, да? Можно бездельничать. Только через недельку уже каникулы закончатся, к сожалению. И потом у нас добавится еще один урок. Вы знаете, какой? Ничего страшного. Какой? Раз, два, три. Если вы гадали, то все правильно. Физкультура. Ой, я так любила всегда физкультуру. Но тебе тоже понравится, потому что ты спортом занимаешься. Тебе это будет легкотня вообще. Легко-легко. Так. Пение. Мне нравилось пение и физкультура. Самые мои любимые уроки. У меня всегда по ним были пятерки. Ой, хорошо. Идем, пройдемся. Хорошая сегодня погода. Вообще ни осадков. Ничего, ни ветра нет. Прямо кайковое. Вот тут тоже впереди. Желтые, полужелтые деревья. А мне кто-то в комментариях написал. У вас что, Ростове так холодно, что вы в пуховике? Во-первых, это у меня куртка. Это весенняя-весенняя куртка. Пуховик у меня черный. Он еще дома. Вот. Ну, когда плюс 10 градусов, вот я предпочитаю лучше не мерзнуть и не болеть. Я раньше при плюсовой температуре вообще шапку не носила. Но это по молодости, когда здоровье было крепче. А сейчас ушки мерзнут. И я, как говорится, знаете, бережу на лобу, бережу. Но я думаю, что это обеспокоилась, наверное, девушка молодая. Потому что по молодости кровь играет. Кровь горячая. Поэтому хочется полегче одеться. А сейчас даже вот я иду, если мне как бы, ну, тепло нормально. Лучше, как говорится, пар костей не ломит. Лучше пусть будет тепло, чем будет холодно. Потому что в моем возрасте, ну, это чревато, знаете. Как говорится, заболею, не заболею. Я не хочу ходить на грани. При том, что пока ветра нету, оно вроде тепло. Сейчас ветер подует, он холодный. Может, продуть и все дела. Так что не переживайте за меня. Я сама за себя буду переживать. Все, девочки, идем домой. Я уже там почистила картошечку. Сейчас приду, включу ее. Сделаю пюрешечку. Сосисечки купила. Настя любит сосисечки. В общем, покушаем. Ну, ничего, сейчас не буду я дитя загружать. Пусть она отдыхает. Впереди еще целая неделя. В общем-то, если там надо будет что-то с ней позаниматься. При том, что я так думаю, что, ну, неделю эту будет она опять-таки у меня. Сын будет привозить перед работой. А Наташа будет забирать, как обычно. Поэтому у нас с ней будет еще куча времени, я думаю. И почитать, почитаем. Там еще что-нибудь придумаем, поделать. Так что все нормально. Девочки, идем мимо. Я туда шла, обратила внимание на цветочки. И сейчас обратно иду. Думаю, надо вас цветочками порадовать. Да, смотри, какие красивые, да? Вот, видите? Ощущение понятное. Вот такая вот красота. И вот такие еще цветочки тут у нас растут. Да, они, наверное, не пахнут вообще ничем. А вот еще цветочки. И смотрите, какие розочки красивые. Тоже симпатичные. Вот тут еще какие-то вот растут растения. Видите? Вот тут желтенькие такие цветочки красивые. В общем, у нас растительность еще зелененькая. Травка зелененькая. Девочки, мы с Настюшей по дороге зашли в магазин. Там, где у нас рыба продается. И вот это форель, стейки. Я взяла парочку. 388 грамм. В общем, 126 рублей стоит 100 грамм. 292 рубля заплатила я за это. Ну, хочется побаловать себя. Иногда очень редко, давно уже не брала. Я так люблю их делать на пару. В общем, побалую себя. Насте сосиски, она рыбу не любит. Картошечку поставила варить, сделала пюре. Доброе утро, девочки мои. День следующий. Я с утра пораньше уже делами занимаюсь. Уже белье постирала, повесила. И вот я слышу, тут птички поют, прыгают с веточки на веточку. Ну, сегодня пасмурно, но дождь вроде бы не должен быть. 10 градусов сейчас. Ну, тихо, хорошо, нет ветра. Мне это нравится. Все, вот и мы. Мы идем куда, Настюш? На тренировку. На тренировку идем. Сегодня такой необычный день на тренировке. Ну, мы сейчас присылали пожелания Альбини Александровичу. Мне сегодня день рождения. Да. Ой, погодка хорошая. Ветра нету совсем. Нас погода балует. Мне это нравится. Мне это приятно. Просто кайфово на улице находиться, когда тепло и нету ветра. Вот. Ну, а то, что я в куртке, если кому-то... А у меня куртка такая, другая куртка, которая красная в клеточку. В ней будет мне холодно. А я тепло, любивый человек. Поэтому я смотрю все в куртках. Вот уже когда мы влазим в куртку, потом уже снимать ее неохота. И все. Сейчас Настюшу отвожу на тренировку. И все, мама заберет ее. А на следующей неделе у Насти уже каникулы у папы Настиного. Отпуск. Так что у меня тоже будут каникулы. Не знаю, чем буду заниматься. Не, у меня есть, конечно, дела какие-то, которые надо поделать. Это надо куда-то походить, побегать. Но я спокойно, не спеша буду делать свои дела. Ну и отдохну заодно. В общем, Настюша, пошли. Зеленый горит. Пойдем, давай ручку мне. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Вот. Так что ничего у нас сегодня. Сегодня у меня никаких дел. Ничего готовить, наготавливать особо не буду. Так что на обратном пути что-нибудь прикуплю с продуктов. Чтобы до понедельника не вылазить из дома. Ну, по крайней мере, сегодня суббота. В воскресенье я хочу дома чисто отдохнуть. В понедельник пойду уже своими делами заниматься. А я сегодня проснулась в 4 часа утра, девочки. И думаю, так, надо сделать это, надо сделать то. И с утра пораньше начала. Искупалась, маникюр, педикюр сделала. Чайник помыла, фильтр поменяла. Короче, там что-то намывала. Стирку постирала. В общем, короче говоря, до 8 утра я уже, можно сказать, все свои дела сегодняшние поделала. Сейчас Настю отведу и все, буду отдыхать. Все, девочки, я управилась со всеми своими делами. Уже вечер. Вот по телеку хорошо, что фильм, триллер такой какой-то интересный идет. Клаустрофобы называется. Буду его смотреть. И хочу завершить это свое видео. На этом продолжение будет в другом виде. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!